Потому что я обожаю эту тему, я могу прям усилить, как Рома такой терапевт, прям по линейке эфирных масел, что с ним можно делать. Это очень, очень крутая тема, вообще просто потрясающая, столько нам вот это вот либидо мы можем поднять в себе творческое все начало. Объедленно, и вместе мы сила. Наташа, вот с чем ко мне обращаются ученицы, в первую очередь, с проблемой сексуального раскрепощения? Женщины, которые говорят, Катя, я вот не знаю, как себя полюбить, вот поэтому мое тело там на 40 килограмм больше нормы. Не знаю, как себя полюбить. Я говорю, вы знаете, полюбить себя это не котлетку съесть, я наоборот к этому крайне отношусь, скажем так, мягко говоря, не поддерживаю. А любить тело, это в первую очередь заниматься им. Ты знаешь, касание, оно первично, касание. Ты даже обрати внимание, дети, когда рождаются, для них важно касание, важнее, чем даже молоко матери. И то же самое, когда мы становимся более взрослыми, когда мы недолюблены, отсюда у нас все комплексы, отсюда мы не адмируем. Да, да. И как способствует этому эфирное масло, когда мы наносим его на тело, когда в массажных практиках мы, пожалуйста, ты знаешь, у меня есть эротические масла, которые я делаю, фейс-йога, я тоже туда добавляю арома масла, чтобы они раскрывали, добавляли тени. А какие ты добавляешь? Расскажи, потому что нам, смотри, какие грамотные уже и ланг и ланг написали. Да, родная, именно те, которые я у тебя выбрала, я их туда и добавляю. Во-первых, я добавляю туда пачули, обожаю ароматы. О, шикарно! Да, мне чем проще и чем естественнее, тем лучше. Вот пачули как раз феромоноподобные вещества, их очень много прям, чуть-чуть и прям невозможно оторваться. Согласна. Ты знаешь, я вот, очень много масел, которые продаются на базе феромонов, я к феромонам отношусь опять-таки негативно. Почему? Я за свою позицию, скажем, сейчас аргументирую. Дело в том, что, друзья, одна из тех добродетелей, которых я придерживаюсь, это непричинение вреда живым существам. И я не употребляю мясо, вообще все, что связано с убийством наших младших братьев и сестер. Соответственно, феромоны, они делаются из, собственно... Секрецию берут, да, животных, зачем? Да, секреции животных, да. Мне этого не нужно, у меня своих секреций достаточно. Да, а вот и ланг-галанг от Наташи мне подходит, да. Потому что Наташа знающий мастер и сама ведет здоровый образ жизни, и она мне импонирует по энергетике, соответственно, я и Дарья. Я тебя освещаюсь. Да, и более того, если там в этом масле мы никого не убили, то все, значит, оно работает, оно благостно. И вот, собственно, с чем обращаются. То есть женщины, которые сексуально очень закрепощены. И, ты знаешь, даже искусство поцелуев, понимаешь? Они... у них настолько зажаты челюстные мышцы, что смещенные челюсти не дают им возможность даже насладиться поцелуем. А как вообще про жизнь, жизнь и не уметь целоваться? Здесь я тоже говорю, девочки, милые, а вы добавляйте арома масла в масло по из йога, ублажайте свои божественные губки. У меня есть специальное упражнение, которое формирует чувственные губы. И за счет того, что здесь приливает кровь, они становятся более чуткими. И губы, это проекция наших половых губ. И это такие яркие оргазмы. Ты знаешь, одними поцелуями можно усладить свое тело так, что потом тебе не хочется есть целые сутки. И отсюда ты сразу понимаешь, как прийти в идеальный свой вес, как быть стройной и легкой. Вот так и да. Ну это совершенно верно. Да, девочки защищаются от первой причины, почему мы набираем вес. Это же нам не физиологично. Ну может быть чуть-чуть в плюс, когда там у нас ежемесячные циклы. Может быть в плюс, когда там луна нарастает. Ну так нужно. Нет, надо же. Это очень жизненно. На самом деле неважно, циклы, не циклы. Я могу сказать по своему телу, не в зависимости от цикла, я никогда ничего не набираю. Я всегда в своем весе. Если ты соединен с телом, если ты его хорошо чувствуешь, если ты с ним, вот знаешь, в контакте, то оно такое послушное, как дитя малое. Вот ты знаешь, дети никогда не плачут у любящих родителей. Дети плачут от того, что им не хватает внимания родителей. Не потому, что им игрушка нужна, а внимание. И поэтому телу нужно всегда уделять внимание. Где наше внимание, там наша сила. И я уже не раз говорила, что 30% фокуса в день фокуса своего внимания я держу на теле. И это дает мне возможность быть тотально здоровой, тотально самодостаточной, тотально успешной. Вот только именно контакт с телом. Что бы я ни делала. Вкушала бы я пищу, занималась бы телесной практикой, йогой, медитацией, занималась бы любовью, либо бегом, либо чем-то еще, то есть, либо это будут поцелуи. То есть, нужно быть здесь и сейчас в контакте с телом. И для того, чтобы усилить вот эти процессы саморегуляции, конечно, здесь прекрасно подойдут эфирные масла, которые ты мне предложила. И я их протестила. И более того, хочу сказать, что, ты знаешь, для меня это так естественно, жить с ними, что, когда мне пришла твоя коробочка, я думаю, ну, это же, это же, это же ДНК моей клетки. То есть, как будто бы ты всегда была со мной со мной. Конечно, конечно. А что больше всего понравилось? Ты знаешь, смотря под какую задачу. Вот, допустим, сегодня я проводила урок фейс-йога с утра, и моя ученица задала вопрос, Катя, вы знаете, я чувствую, что у меня простудное явление, и вот я себе там заварила имбирь, как вы меня учите с лимоном, что вы мне еще посоветуете? И тут я говорю, а, можно добавить в масло фейс-йога лимон, эфирное масло лимона, нанести это на нефритовый скребок и начать работать со своими носовыми пазухами, вычищая лимфу и стимулируя, соответственно, кровообращение или поток. Катя, пожалуйста, она говорит, Катя, у меня прямо нос прочистился. Отложила, отложила, да, очистился. Смотри, у меня вот такой скребок гуаша, там он, вот форма такой интересная. Имеет значение, какая форма и из чего? Моя любимая, Наташечка моя хорошая. Ты знаешь, родная, я сама родилась в Сибири. Это место силы озера Байкал, самое пресновое. У меня оттуда родственники, из Иркутска. Из Иркутска, я оттуда родом, представляешь? Откруто. Да, здорово. Да все мы сестры, конечно, я даже не сомневалась. Конечно, такой потенциал, это только у сибиряков. Они знают, что такое здоровье не понаслышке, они это нутром чувствуют. У них очень ресурсная энергетика, они целители во многом. И, конечно же, сибиряки, они на самом деле очень теплосердечные. Вот их отличительное качество, они, ну, такие добродушные, невероятно. И что хочу тебе рассказать про нефрит? Дело в том, что я родилась в Байкале, и там место силы нефрит. И там одно из них многих месторождений, которые сейчас, по-моему, под защитой ЮНЕСКО. И вообще сейчас добыча нефрита запрещена, и поэтому этот минерал один из самых дорогих. Один из самых дорогих. И в чем его целительная сила? Он стимулирует работу меридиана почки и мочевого пузыря. Да, он почечный, я знаю, я, кстати, знаю. Да, родная. А когда я путешествовала с йогой-ретритом по Китаю, мы были в Дворце Императора, и среди его, скажем так, как сказать, обереков, это был пояс из нефрита, который он носил на пояснице для того, чтобы накапливать энергию ЦИ. То есть, оказывается, настоящий нефрит, он накапливает энергию ЦИ. Но, с чем я столкнулась? Ты знаешь, очень много подделок. Дело в том, что китайцы покупают этот нефрит на Байкале, его перерабатывают, и когда они его перерабатывают, остается вот эта пыль. Они специальными производственными пылесосами ее собирают, и потом смешивают с пластиком вместе с красителем, и продают это, как нефритовые скребки гуаша, за недорого. Но, к сожалению, они не обладают той энергетической силой, потому что этим камням он тысячи лет. Представляешь, их рожала сама мать природа. И они оголтованы естественным образом. И вот такие камни, собственно, вот такими камнями я делаю по их йогу. Главное, чтобы они были не острые, не острые. Но энергетика очень важна. А знаешь, еще что важно? Чтобы учитель его зарядил. Потому что тогда там будет определенное, знаешь как, вот как для меня масло от тебя, это твое ДНК. И оно для меня намного эффективнее будет, чем любые другие, потому что я знаю тебя, и ты мне об этом что-то рассказала, ты наделила его сверхценностью. И поэтому именно его я добавила в свое масло фейс-йога. Понимаешь? Потому что у меня есть ценность тебя и твоей методики, твоих знаний. То же самое и с камнем. То есть это оберег, это флешка, на которую записывается определенная аффирмация. И я эти аффирмации выдаю, поскольку мое предназначение трансформировать людей, ты знаешь, раскрывать их талант и самореализовывать. И именно эти аффирмации я закладываю в камни, так как ты, в свои масла. И в этом мы с тобой очень похожи. Обе сибирячки. Хотя я в последний раз была в Сибири 20 лет назад. Представляешь? А это не важно. Тело помнит. Согласна, родная. Наташечка, еще к тебе вопрос. Ко мне очень часто обращаются ученицы с головными болями. И, конечно, я ими по эфь йогу рекомендую. И практики по растиранию шейного отдела. Но как ты, с точки зрения нутрициолога, плюс твои эфирные масла, мне бы хотелось, чтобы ты тоже пролила свет на эту проблему. О, головные боли, это такая история. Первое, что снимает головную боль, и это, знаешь, как по ступеням подниматься. Выпить стакан воды и посмотреть. Шелочное понять, может быть, это правда обезбоживая. Потому что у нас фасциальная ткань, то, что не доходит до нейронов нашего головного мозга, это, конечно, может быть стопорить. Прям вот водный баланс очень важен. Раз. Правильно, что нужны массажи здесь, но они начинаются со стоп. Стопы это первое, вот прям основание мощное, которое... Любимая моя. Ты как словами, я, знаешь, когда ты воспеваешь массаж стоп, не хочется тебе его сделать. Я обожаю этот ритуал, да? Собственность в танцах. Все, нам надо с тобой объединиться и совместный ретрит провести. Сто процентов. Куда бы ты хотела поехать? Да в любую точку мира. Ну, наводи конкретно, вот куда в ближайшее время хотела бы поехать? Ты знаешь, мы вообще все время выбирали яхтинговые мекки. Там, где можно взять яхту напрокат и, ну, прям с группами походить, может быть, посмотреть там, где яхтинг, везде вообще все примем, любое место. Мы, в принципе, любим и Бетсу, всю Европу, там по побережью прошли, и Тенерифа обожаем. О, я только что с Тенерифа приехала. Шесть ретритов подряд там провела. Слушай, я даже подумать не могла, что есть такая опция, как яхтинг на Тенерифе. Да ты что, это очень известная история. Мы с мужем яхтяного капитана, мы прям берем яхту в аренду заранее, договариваемся с командами и прям выходим. Да, мы в последний раз тремя яхтами ходили. Это мы все организовали. Прекрасная идея. Я думаю, что, да, именно так мы и сделали. И у меня будет прекрасная возможность научить тебя массажу стоп и сделать тебе его лично. И что мы только там не сделаем, я думаю. Будет круто, на самом деле. И танцы попрактикуем, конечно же. Ну да. Обязательно. И плавание. А, плавание, кстати, с точки зрения плавания. Ты знаешь, я практикую задержку дыхания, фридайвинг. Если знаешь, это такая возможность, когда ты на задержке дыхания уходишь под воду. Мы хотели брать с собой вот как раз в один из таких туров и планировали. В Турции нашли учителя фридайвинга, но в Турцию не поехали, поменяли на Тенерифе. Поэтому мы вот ищем человек. Любимая, а ты знаешь, что я сертифицированный педагог по фридайвингу школы Натальи Молчановой? Все. Мой учитель. Минус 40 метров я ныряла на 5 минут 30 секунд. Обалдеть. И ты знаешь, на самом деле, это ресурс любого человека. Любой может, Наташечка. Просто не каждый, понимаешь, находит время на диалог с телом. И вот чтобы найти диалог с телом, мы еще раз говорим, девочки, эфирные масла, нефритовые камни и ритуал, ритуал пробежка, правильное питание, знание нутрициологии. Вот это то, чем мы вас вот сейчас со всех сторон наделяем и наполняем ценностью. Наташечка, я не хочу тебя перебивать, я потому что сама очень благоговерясь к твоим знаниям. И возвращаюсь снова к проблеме, вот бессонница, головные боли, головные боли. Ты говоришь, что первое, это вода, правильно, кислотно-щелочной баланс, я с тобой абсолютно согласна. Второе, массаж стоп, это потрясающий лайфхак. И прямо, ты знаешь, я его внедрю в свой курс умный детокс. Потому что почему-то я там это, это упустила. И напишу, что совет Натальи, моего любимого нутрициолога. Прямо с эфирными маслами можно массаж стоп делать, они же в кровоток заходят, очень хорошо. Тем более те, которые работают с плотностью сосудов, низкое давление, высокое давление. Можно через стопы вообще выровнять. Родная, тогда я хочу, чтобы ты мне порекомендовала, а какой лучше, допустим, если головные боли, значит масло пихты, либо пихта, пачули, либо лимон. Что лучше? Ну, смотри, если пониженное давление, то однозначно лимон, он будет очень хорошо повышать. А, здорово. Да, и вот ланг-ланг мы вспоминали, он хорошо понижает. Вот эти два таких контраста можно брать. А, прекрасно. А сибирская пихта очень хорошо будет делать тонус сосудов, то есть буквально поднимать лимфоток, заставлять кровоток лучше заходить во все мелкие капилляры. И в принципе можно взять лимон, также выпить с водой, потому что лимон очень хорошо структурирует кровь, структурирует воду вначале, потом структурирует кровь. И у нас буквально есть клинические исследования, когда кровь с густыми эритроцитами такая прям, как ванильные сливки течет, потом ты выпиваешь эфир с водой, и уже очень рассредоточена текучая кровь начинает работать. Тогда может очень быстро отпустить пару минут, и головная боль должна уходить. Я тоже в свое время увлекалась и даже купила себе темнопольный микроскоп и проверяла кровь своих учениц, как работает как раз защелачивание, что значит, либо соду, либо лимон, но в зависимости у каждого свои анатомические особенности, у кого там повышенная, пониженная кислотность, но в принципе, либо соды с лимоном, либо лимон с водой, как всегда, либо перекись водорода, можно 3-5 капелек, тоже очень хорошо разжижает кровь и нивелирует вот этот тромбоцит и так далее. Но ты знаешь, на темнопольном микроскопе это такие, это такие калейдоскопы невероятные, и ты знаешь, там видно всех жуков, пауков, и ты знаешь, Наташа, что еще я обратила внимание, вот то, что у тебя в клетке, то, что ты видишь на темнопольном микроскопе, вот то же самое у тебя в сознании, оно всегда очень четко коррелируется. Я обратила внимание, чем больше паразитоза в крови, чем более она густая, чем хуже работают лимфоциты, тем более негативное сознание у человека, и он все время мыслит ограничениями. И вот я как раз, у меня есть специальная йога для ума, где я рассказываю, как повышать сознание и как мыслить всеобъемлющее. И это тоже такая же натренированность, как и бег, да, вот никто с первого раза не пробежит там 20 километров на мега-результат. К этому нужно себя приучать, приучать дыхательную систему, сердечную, ноги, да, техника, движение там плечевого пояса, то есть ритм определенный задавать себе. То же самое с сознанием и то же самое с лимфой. И когда мы делаем это все вместе, чистим кровь на уровне питания и водно-солевого баланса. У меня есть даже с Вами антипаразитарная программа. Кстати, туда тоже нужно включить Твои эфирные масла. И я думаю, даже было бы здорово Твою лекцию по правильному питанию, которое защелачивает. Рассказать о пользе зелени, о той же самой с шокурой и рулины, да? Конечно. Да, сделаем же удовольствие. Мне кажется, мы столько лет друг друга ждали встречи с друг другом. У нас такие совместные планы барбарошки. Всю жизнь. Всю жизнь, да. Да. Надо заходить в поток и делать. Конечно. И яхты нас ждут. Тем более. Ты знаешь, а у моего супруга гражданского много-много лет назад была своя яхта, знаешь, парусная. И мы однажды с ней ходили, это было где-то по Турции, судя по всему, Средиземное море. И ты знаешь, меня так укачало, что когда мы вернулись, я сказала, все, Слава, продавай яхту, больше я на ней не пойду. И мы действительно ее продали, с тех пор прошло уже лет 15. И я думаю, и тут я чувствую ностальгию, думаю, вот бы мне на яхту возобновить те традиции. И думаю, ну я же ее сейчас покупать как-то неразумно, мне как-то, ну энергетически, энергозатратно. И тут приходит моя жизнь прекрасная Натали и говорит, Катя, скорее, на яхту. И вот оно у тебя расширение сознания. Да, Катя, покупать яхту не стоит. Это пустая ерунда. Почему? Потому что она должна стоять в одном месте, за ней на другом. Да я знаю, Мила, это яхт-клуб. А тебе захочется там быть, здесь, зачем тебя привязывать? Конечно. А ты сдавала у тебя курс, кипера? Ты сдавала? Конечно, да. Мы яхтенные капитаны с мужем, да, мы самостоятельные яхты. Он берет борт, я беру борт. Мы можем женский борт собрать. Прекрасно. А я не прошла курсы, потому что я пошла на курсы по темнопольному микроскопу. У меня был выбор. Либо шкипер, либо темнопольный микроскоп и антипарадитарка. Микроскоп сделал свое дело. Время, ну ты знаешь, время разбрасывать камни, время их собирать. Наташечка, еще с чем ко мне часто обращаются ученицы, это проблема молочницы. И здесь у меня, конечно, есть свои лайфхаки, но в первую очередь я к тебе, как к человеку знаний, хотела бы обратиться. Вот какие, сталкивалась ли ты с этим, и может быть какие-то масла здесь могут помочь? Расскажи. У меня молочница была дважды в жизни. Дважды. Первая, когда я очень сильно похудела, меньше 50 килограмм. У меня рост 165, для меня это было прям критично. У меня пошел дисбактериоз, и вот так выразилось. И второй момент, когда... А в каком это возрасте было? В 20, вот так вот 2 что-то было. И второй вариант, когда я восстанавливалась после родов, у меня болело абсолютно все. То грудь отваливается, то хвост ломит, то такой кандидат. А это в каком возрасте? А это было в 24. А, ты так рано родила, да? Да, да. О, какая ты. И на самом деле я... Ты еще и прекрасная мама, помимо того, что сексуальная супруга, ты еще и потрясающая мама. И еще гуру, нутрициология. Как здорово, как здорово. Я прям смущаюсь. Да, мне нравятся такие умные, спортивные и умные. Говори, говори, пожалуйста, родная. Да, у нас есть реально протокол. Я могу тебе его прям дать, посмотри, чтобы ты его покрутила со всех сторон, поняла, как ты можешь техники забрать. Эфирные масла на практике. Вот у нас девчонки, кто постоянно в молочнице попадает, у нас всегда вообще убирает этот принцип. Конечно, еда важна, нужно знать, что ешь. И второй момент, там, чайное дерево, почули, которые у тебя есть. Вот чайное дерево буквально, только-только все начинается, две капли на нижнее белье. Уже будет облегчение за пару минут. Даже терпеть не нужно. Все, ты убираешь первые симптомы, а можно пропить внутрь, чтобы не было самой причины. И вот в плане кандидоза работают основные масла. Первое, чайное дерево. Второе, почули, очень сильный, вот такой противогрибковый эффект дает. И третье масло, если затяжное, если очень уже там в антибиотики заходишь, есть орегано. Его пьются коротким курсом, прям буквально на три дня на таблетке активированного угля, чтобы до кишечника дошло, и вот это все будет работать. И это проверено, причем на практике у многих девчонок можно прям отдельный такой саммит сделать, как решить размолочиться раз и навсегда, прям полностью избавиться. Поэтому это все очень действенно, высоко проницаемо, работает очень хорошо, избавляет навсегда. Но, конечно, нужно базу питания очень хорошо держать, режим держит очень хорошо. Невозможно избавиться от молочности, если ты ночью не спишь и, наоборот, потом днем, часу дня досыпаешь. Не чувствуешь свой организм, не понимаешь, как себя саморегулировать. Это очень сложно будет сделать. Ну и, конечно, очень сложно, если ты неправильно там спишь, потом со сладким договориться. Все время будут вот эти скрывы бесконечные, которые как раз… Потому что все паразиты питаются сладким. Да, абсолютно точно. И раковые клетки тоже сами только сахаром питаются. Поэтому только лишь разобравшись со сладостями, а эфирные масла точно так же очень хорошо работают с этой задачей, с пищевым поведением. Только с этой уже можно жить совсем в другом теле и понимать, как ты себя чувствуешь. Я вот, правда, мне когда пишут, там, Наташа, как уйти за сладких качелей, а я понимаю, что это просто вопрос организации себя. Две недели, и, в принципе, ты можешь уйти от сладкого навсегда. Нет никаких проблем вообще с ним. Согласна. Можно с этим тоже поработать. Определенно. Наташечка, еще вопрос моих учениц, которые прошли пейс-йогу. Многие приходят с таким анатомическим особенностям, как капиллярная сетка. И говорят, Катя, может ли пейс-йога помочь от капиллярной сетки? Я им часто рекомендую как раз протирание непритомым скребком. Я это делаю с маслом пейс-йога и туда добавляю как раз эфирные масла, которые ты мне рекомендуешь. Но мне очень интересно твое мнение, что делать, если превалирует вот капиллярная сеточка. Даже не обязательно бывает на лице, в общем, на божественном теле. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, вот есть масло кипариса, у тебя там сибирская пихта. Вот хвойные масла очень хорошо, но кипарис лидер. Они прям создают тонус сосуда. Поскольку я бегаю, ты правильно сказала, что нужно массаж, массаж, массаж делать. Я, конечно, работаю со своими икроножными. И вот есть разница. Если ты, допустим, наносишь на кожу масло мяты, то вот это вот холод очень яркий, сильный, ты чувствуешь на поверхности кожи. А если ты наносишь масло кипариса, вот на базовом, в разведении, там несколько кабелек, то буквально внутри в сосудах ты чувствуешь вот этот холод. Это так круто, это прям очень сильный тонус сосудов дает. И вот с капиллярной сеткой первое работает кипарис, и второе масло герани, то, что очень хорошо собирает все соединительные ткани, и заставляет капиллярную сетку, внутри это же соединительная ткань, капилляр, плюс мышечная ткань. Вот это такая оболочка, которую нужно прям тренировать и хорошо вот этот тургор делать, вот этот тонус собирать. Да, еще жалуются на отечность. Я, конечно же, им рекомендую делать стимуляцию крововой мышцы глаза. И ты знаешь, еще такой метод мне очень понравился. Можно замораживать непосредственно сам нефрит, и также масло добавлять, эфирное масло, и добавлять это на кожный покров и растирать круговыми вращениями. Тоже вот здесь от отечности, что бы ты порекомендовала, какие масла эфирные. Допустим, если выбрать лаванда, лимон, сибирская пик-то, пачуль, или может быть что-то другое? Я бы точно выбрала, начала бы с лимона, чтобы водный баланс был. И вот в первой половине дня воду напивать, во второй половине дня поменьше, чтобы вот это отрегулировать. Очень круто, утренние практики любые, главное пульс чуть-чуть поднимать, чтобы буквально, бывает, если вот отеки, ну правда там, луна плюс, луна минус, все-таки тело у нас реагирует на лунный цикл очень сильно, я это тоже чувствую. И буквально с утра можно бежать, и слезы могут потечь, там несколько дней в месяц это можно прям прочувствовать. То есть вот такая стимуляция лимфотока помогает, и плюс массаж стоп очень помогает, прям поднимает лимфоток, уводить, и массаж, да, да, вот отсюда все вообще поднимать, все уводить. С лимфотоком очень круто работать, если со стоп идти, в принципе любые масла абсолютно, вот не ошибетесь, хвольные любые работают, любые цитрусовые работают, поднимают, грейпфрут вообще просто шикарно, он запускает липолиз, запускает лимфоток, опять же с ног до верха дойти, а здесь то, что вы выбираете, уходовую линейку, можно взять помягче масла, там цветочные, опять же надышаться ими, вот то, что хочется, это как раз к либидо, если возвращаться к творческой энергии, прям вот все цветочные сюда, лаванду можно совершенно точно брать, прекрасно будет масло работать, и мышцы будет опять же расслаблять, можно брать какую-нибудь, не знаю, там грушанку, то, что буквально вот все, все сосуды собирает, очень яркий такой камфорный аромат, это в принципе камфорное масло, которое очень-очень быстро запускает стимуляцию кровотока, выводит внутреннее воспаление на сами, вот вы даже будете пользоваться, почувствуете, что прям слезы будут подступать, насколько быстро лимфоток будет выводить лишнюю жидкость. И вот спектр большой. Да, и вижу, еще ученицы спрашивают, при отечности лица, что еще порекомендуете? Вот хотелось бы тоже предложить, как использовать эфирные масла. Действительно, масло лимона добавлять в такие формочки для льда, заливать водой, убирать в морозильник, и на утро вы их кладете в марлечку, и массажными движениями из курса пояс-йога, вращательными движениями, по движению лимфы, стимулировать свой кожный покров лица, и соответственно нивелировать ту отечность, которая превалирует. Но на самом деле, девочки, отечность, она от чего? От того, что нарушен кислотно-щелочной баланс, и есть мышечные зажимы. Возможно, что есть смещение в позвоночнике, нужно проверять и атлан, может быть есть опущение внутренних органов. То есть, в той или меньшей степени, это какой-то дисбаланс, и, на мой взгляд, это, как правило, связано с питанием, в первую очередь. Обменные процессы, да. Нарушения обменных процессов. Наташа, а еще я бы очень хотела анонсировать, с твоего позволения, вот в качестве такого для меня знаменательного события, сегодня, в честь нашей встречи в эфире, я бы хотела всем твоим подписчикам, прекрасным леди, для того, чтобы их простимулировать телесно-духовному развитию, которые будут с твоими эфирными маслами работать, я бы хотела всем твоим подписчицам, пока включен эфир, предложить мне же следующую акцию. Это 40% скидка на мой авторский курс Face Yoga, который обучает женщин, как любить свое божественное лицо, как делать массажи, используя эфирные масла и камушки любые, какие только вам захочется. И тем самым, ты знаешь, повышать интеллект своего тела, быть самодостаточной, само, знаешь как, самоисцелять себя посредством вот таких осознанных касаний. Это курс целых 21 день, где я придумала различного рода, техники, манипуляции, и букальна, и с различными баночками, и с различными камнями, все лишь бы у меня сделать. И все скучно точно не будет. Да, Туля, миленькая, но если туда еще добавить эфирные масла, все, это будет тантр с лицом, это будут множественные оргазмы, когда ты добавишь на запястье и начнешь растирать. Кстати, у меня нет урока, где я запястьем растираю. Вот после твоих эфирных масел мне пришло осознание инсайд, что вот такие движения, это же просто, о, божественно, вот я сейчас нанесла, о, боже, так хорошо. Я тоже сижу на самом деле, весь прямой эфир с цветочками на запястьях. На Туля, а представляешь, вот у тебя здесь на запястьях эфирное масло, а дальше, чтобы снивелировать тонус межбровной складки, ты берешь такое движение и начинаешь массировать. Да, круговые вращения надавливаешь, и противоположной рукой тоже на затылок дави. Вот, в синергии. И как следует круговые такие втирания. Сильно-сильно-сильно. О, класс. Да, конечно. Это, кстати, антиботокс. Упражнение антиботокс, конечно. Вот, молодец. О, Наташа. Слушай, ну тебе нужно курс подарить. Раз ты так делаешь это качественно и усердно, тебе как лидеру нужно обязательно. Возьмем. Я вообще-то, знаешь, Катя, я очень люблю курсы всевозможные. Я настолько уважительно отношусь к этой индустрии. К онлайн-курсам, да? Да. О, какое мне счастье слышать. У меня мурашки по всему телу. Наташечка, ты представляешь, родная, до отпуска вот этого всемирного, раньше к моей онлайн-школе относились несерьезно. Говорили, да что там онлайн? Вон, пойду я в клуб фитнес и там побегаю. И я, знаешь, как Старик и море ждала у моря погоды. А сейчас это просто бум. И там, знаешь, такое уважение у всех людей, учеников к онлайн-миндетрии. Наташечка, для меня такое счастье. Я тоже считаю, что это прям профессия, это вклад. Ну а как по-другому? Как мы хотели? Моя любимая, я буду счастлива тебя полюбить всеми своими курсами. У меня их больше 30. От тантры до питания, от питания до поис-йоги, от от осанки до иммунитета. В общем, много-много всего. Наташа, я тебя очень благодарю за эфир, за то, что мы с тобой обменялись энергией, знаниями. Я думаю, что это первый кирпичик на пути строительства прочного фундамента наших выгодных взаимоотношений. Спасибо тебе, любимая, что ты теперь есть в моей жизни. Пока-пока.